здравствуйте друзья вопрос я студент из таджикистана учусь в россии был сша по work and travel понравилось там все несмотря на то что порой приходилось и грязную работу дел как только попал в метро в нью-йорке после россии сразу почувствовал себя своим надо в метро спуститься ладно все разные и на тебя не смотрят косо не отделялся от всех так скажем в россии все-таки делят на своих и чужих вернулся в россию продолжать обучение стал каким-то грустным кому-то надоела эта жизнь ничего не хочется мысли только о том как тут плохо и хочется уезжать в сша или канаду а там в метро и ладно так не понимаю себя до отъезда в сша вроде хорошо жилось и радовался жизни а сейчас материальном плане все хорошо но душа не лежит грустный не хочется праздники праздновать скоро день рождения у меня а мне пофиг на это такое отношение почему-то у меня теперь не подскажете из-за чего это спасибо большое ну что сказать мне это напоминает немножко жванецкого когда он говорит запорожец вот такая машина если другой не имел понимаете был у человека запорожец и он на этом запорожце лихо скакал радовался жизни первый парень там на московской деревне и вдруг на тебя съездил куда-то а там все на тойотах можно сказать и там может быть даже и мерседесах иногда вот и что-то вдруг до него дошло что запорожец не такая уже и машина понимаете то есть съездил ему понравилось теперь ему хочется обратно туда потому что там ему было более комфортно более комфортно это часто так бывает есть люди которые поедут вот так по work and travel и вообще балду сносит я видел таких они ни о чем вообще думать после этого не могут либо только снова в америке оказаться там как-то остаться зацепиться замуж политическое убежище что угодно и как угодно нелегалка вот таких людей очень много есть я и других видел таких что вот поедут там по work and travel и потом ходят плюются и рассказывают всем какая америка там отстойная потому что это тоже понятно пошли дома он там у мамы с папой там целая цаца а в америке он ну надо делать грязную работу ссори хоть этот делает грязную работу ему все равно радостно а другой делает может и не такую грязную но ему хотелось там что-то такого то есть какие-то неожидания были не оправдавшиеся он теперь ходит по носится поэтому меня только об этом во всем немножко это огорчает тот элемент что он вместо того чтобы мозгами просветлиться и как-то вот на этой почве какой-то жизненный путь свой изменить может быть как-то ну переориентировать он вместо этого в депрессию впадает от того что вот он там не может сейчас пойти и спуститься в метро нью-йорка а московская его не устраивает чтоб спуститься значит все таки всякий опыт хорош ровно в той мере в какой он инструментален ты получил какой-то опыт поднялся на ступеньку двигаешься дальше с новой ступеньки уже смотришь тебя больше видно идешь дальше если ты поднялся на ступеньку посидел там на ней найти потом раз обратно и затасковал меня сегодня муза посетила немного посидела и ушла ушла муза пройти сидит грустит я даже не знаю что сказать а был то он копит был тот жизнерадостный был то он веселый все ему было нормально у него и сейчас не так плохо да у него вроде он зарабатывает может ему кто-то дает там деньги он как-то нормально живет материального ничего но но он морально ведь он хочет быть как всех он хочет чтобы на него косыми взглядами не смотрели и получается надо либо тогда в узбекистан обратно вот или откуда лист таджикистану давлип тогда обратно в таджикистан либо уже в нью-йорк например что в общем понятно в таджикистан проще но не хочется значит в нью-йорк хочется но непонятно как поэтому я считаю что один маленький маленький шажочек надо сделать для того чтобы вернулся вкус халвы был такой фильм знаете в наше время назывался вкус халвы там джигарханян играл и вот он там играл какого-то падишаха который потерял вкус халвы знаете вот раньше было вот нет больше вот нет того вкуса у халвы больше вот а тут чек потерял вкус жизни там в россии если решение простое есть не такое просто решение простое состоит в том чтобы поехать и пожить немножко в таджикистане может быть даже и две недели достаточно будет может быть даже две недели чтобы сказать себя ну хрен с ним пусть смотрят как смотрят в москве это не биг дел может не ты это пойти то есть как бы вернуться так посмотреть и начать ценить то что есть в москве может быть и снова сможет оценить второй путь состоит в том что чуть-чуть небольшой сдвиг он говорит себе значит так я хочу быть в нью-йорке в америке может быть целом не за может ему еще в чикаго понравится может ему в майами понравится я не знаю вот и я хочу быть там значит что для этого нужно сделать переключитесь от тоски потому что вы не там а тут переключитесь на вопрос о том как туда попасть и безусловно какого-то очень простого такого лобового ответа может быть и нет да но есть не простой не лобовой но тоже есть видели бы вы сколько здесь народу из киргизстана и и как-то же они все тут есть правильно поэтому сосредоточьтесь на этом и и вдруг вы увидите что на и пазл этот вот головоломка начнет сходиться все кусочки вот этого вот начнут сходиться и так выстроиться хорошая светлая картинка понятно а чистенько такая и все то есть два пути значит либо проверить свои чувства с россией разлукой непосредственно в таджикистане тоже может очень подействовать отрезляющим может вернуться вкус искать халвы а а если нет значит ну двигайтесь в нью-йорк разве кто-то вам говорит не двигайтесь мир слава богу я скажу все кто реально хотел реально хотел реально хотел отличается от просто хотел потому что когда он просто хотел он имел фантазию просто хотел а реально хотел у него была мечта а мечта от фантазии отличается действием когда человек имеет мечту он действует чтобы она осуществилась на канале фантазии фантазии не требует действия тут затосковал немножко там не знаю покурил чё и вот как-то вот так все фантазии поэтому переведите фантазию нью-йоркскую в мечту в нью-йоркскую и начинает что-то делать вот собственно все все кто хотел возвращать все кто реально хотел то есть что-то делал они уже все тут ну или они тут скоро будут тут или они они уже знают как когда и где они будут тут все кто реально хотел а все те кто мечтал и вот они как вот посоветуйте как мне жить быть не подскажите из-за чего у меня такое вот из-за чего у меня такое захандрил из-за чего я из-за чего я что едешь диагноза не ставлю вот из-за чего такое но я могу сказать из-за того что увы не заняты делом если бы мы были заняты делом у вас бы такого не было вы бы сосредоточились на деле вы были бы жизнерадостны мотивированы энергичны вокруг вас складывался бы круг людей которые ваши единомышленники вы бы обсуждали с ними что как чего когда где и так далее то есть от бездействия а значит ответ прямой ответ на вопрос от чего вот это от бездействия вам что-то захотелось этим или она так захотелось ну и прошло и хрен бы с ним либо но захотелось и и нет сил и сорвался и понесся вот вот собственно и все то есть это вы решите я за вас не решу вот но такой вот не сложный на самом деле анализ я вам больше скажу я тоже периодически бывают в таком состоянии знаете что такое хочется и думаешь эх черт возьми а ведь неплохо неплохо потом будешь да но это же надо что это надо тут там здесь еще что-то думаешь ой и если не переключиться на что-то так так и будешь ходить между неплохо и да но но это же надо что это же надо же что-то делать же надо пойти и ну значит не так хочется сильно если ничего не делается значит не так хочется то есть вы должны с собой разобраться вот так что может быть может вам еще в нью-йорк какими блогерами вот там заезжайте к одному в нью-йорке к другому в чикаго третьему там вот к нам ко мне можете кому-то там в лос-анджелесе кому-то не знаю там где еще блогеры есть во флориде есть полно там в техасе эти проедьтесь вот так может вам что-то такое приоткроется в жизни я не знаю вот так что я помню у салтыкова щедрина есть такая замечательная вещица по моему по-моему называется культурные люди сейчас него и так там вот проснулся не дословно так же вот проснулся с утра и что-то хотелось то ли осетрины с хреном то ли конституции вроде поэтому как только становится сильным желание как только появляется реальная мечта так сразу начинается действие вот поэтому пока что я вижу фантазию но не вижу мечты хорошо я думаю что мы так со всех сторон и этот леденечек обсосали и как бы вроде уже там ничего такого не осталось поэтому мы на этом пожелаем парню успехов самое главное самое главное чтобы где бы он не жил в россии в таджикистане киргизстане не знаю в лондоне в париже в нью-йорке чтобы у него хорош было настроение и ибо уныние это большой грех эти не для того человек на свет божий приходит чтобы ходить в уныние а для того чтобы иметь мечту и двигаться к этой мечте вот вот это должно быть важно все остальное такая ерунда правда приложится счастливо